МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Курганру с Алексеем Старцевым. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алкоголь на миллионы. Зауральские полицейские нашли у семейной пары целый склад суррогата. Более 32 тысяч бутылок. Каждая из них была маркирована, однако содержала признаки подделки. Сейчас они направлены на экспертизу. Продажи супруги Шатровского района пытались поправить свое финансовое положение, но теперь им грозит лишение свободы до 12 лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Их служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд, как будто не видна. Накануне в Кургане прошел автопробег, посвященный столетию образования уголовного розыска. Открытие мероприятия состоялось у памятника сотрудникам МВД, погибшим при исполнении служебных обязанностей. На открытие автопробега побывала и наша съемочная группа. Почтить память сотрудников полиции собрались ветераны органов внутренних дел Курганской области. Руководители подразделения МВД и кадеты Большичаусовской среднеобщеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Орлова. Со словами познавлений выступили председатель ветеранской организации органов внутренних дел Курганской области Юрий Гаврилов и временно исполняющий обязанности начальника МВД России по Курганской области полковник внутренней службы Андрей Шамин. Ветераны окунулись в воспоминания о службе. Работа у меня была в основном связана со строевыми подразделениями. Патрульно-постовая служба ОМОН, управление охраны общественного порядка. Вот там я и прослужил всю свою милицейскую жизнь. Я думаю, что любая работа сложна. А милицейская работа сложна тем, что надо и задачу выполнить, и закон соблюсти. И самое главное, чтобы население знало, что они защищены. В этот день сотрудники полиции и ветераны почтили память помощника начальника уголовного розыска города Кургана Федора Савельева, погибшим от рук преступников в 1923 году, а также Лавра Аргентовского, бывшем начальнике гороездной милиции. Ни в коем случае я не хочу умолять участие и заслуги других подразделений, будь то сотрудники ГИБДД, будь то сотрудники патрульно-постовой службы, следователи, дознаватели. Вся работа опасная, сложная, но все равно уголовного розыска, она какая-то работа, во-первых, незаметная, но, конечно, в итоге все-таки на сотрудников уголовного розыска положится самый основной груз раскрытия преступлений и защиты граждан от преступных посягательств. Ветераны службы и действующие сотрудники полиции возложили цветы к подножью памятника сотрудникам органов внутренних дел Зауралья, погибшим при исполнении служебного долга. А далее ведомственный кортеж посетил места воинской славы города Кургана. Павел Баев, Владислав Базлев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курган.ру. А тем временем у зауральских аграрьев началась горячая пора – уборка урожая. На сегодняшний день лидер Шадринский район здесь уже обмолочено 25 тысяч гектаров зерновых и зерновобовых культур. Выполнено 38% от плана. Подробности далее. Валовый сбор зерна в Шадринском районе превысил 61 тысячу тонн. Эту информацию озвучил глава района в ходе рабочей встречи с губернатором Зауралия Алексеем Кокориным. Полностью завершен сеф озимых. Таким образом, муниципальное образование стало лидером в этой сфере. Здесь в 2,3 раза увеличена площадь подозимой культуры. Серые хлеба неплохо показали себя в этом году. В среднем их урожайность из меня я составила более 30 центов с гектара. В этом году у нас увеличилась площадь технических культур с 5 тысяч до 11 и 1600 гектаров. То есть, в принципе, более чем в два раза. Это связано, конечно, с ценовой политикой, как культура экономически выгодная. Одним из примеров успешно развивающихся предприятий в районе является ООО «Рассвет». С начала года на предприятии приобрели два зерноуборочных комбайна. Идет строительство емкостей для хранения зерна и ангаров для стоянки техники. Увеличивается пассивная площадь. Мы решили переориентироваться на отечественное оборудование, на отечественных производителей. Построили комплекс «Воронеж». Он более производительный по сравнению с импортным. Дешевый. У нас большую выгоду приносит производство технических культур. Рапса льна, которые мы в основном на экспорт производим. На Китайскую Народную Республику у нас сейчас очень хорошо идет экспорт. Курганская область пока не может производить экспорт рапса. На лен есть разрешение, на экспорт это надо получать. Разрешение в Китае. Департамент над этим работает. Мы надеемся, что может быть к концу года или что разрешение будет получено. Кроме того, благодаря господдержке на предприятии приобрели крупный рогатый скот мясного направления. Поголовье составило более 220 особей. Юлия Смирнова, Ульяна Чапала, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». А для тех, кто по разным причинам остался без работы и находится в ее поисках, может это сделать легко и просто. Об этом позаботились в областном правительстве. Как именно узнал наш корреспондент. Зауральцы могут узнать о новых вакансиях, не выходя из дома. Это стало возможным благодаря интерактивному порталу региональной службы занятости, который появился в этом году. За это время в ведомство поступило свыше 25 тысяч обращений, из них чуть больше половины – от местных работодателей. А общее число обратившихся за госуслугами в электронном виде в этом году выросло с 1% до 64%. Одним из основных электронных сервисов нашей службы является портал «Работа в России». Данный интернет-ресурс является государственной информационной системой, созданной в помощь гражданам при поиске работы, а работодателям в подборе необходимых сотрудников. Так, на сегодняшний день в общероссийской базе насчитывается полтора миллиона вакансий, из них 7 тысяч в нашей области. Также в июне этого года во всех центрах занятости были открыты центры обслуживания, в которых зауральцам оказывают помощь в регистрации на портале госуслуг. Всего за это время были зарегистрированы более 2 тысяч граждан. Алла Маковеева, Тимур Нцелханов, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство Курганру. Проведение пенсионной реформы вынуждена необходимость. Без ее благосостояния пенсионеров, и это треть населения страны, не поднять. Такого мнения придерживается руководитель Управления Пенсионного фонда России в Китовском районе Ольга Солопаева. Какие аргументы она приводит, узнаете прямо сейчас. В Китовском районе проживает 62 тысячи человек. За пять лет численность населения увеличилась примерно на тысячу. При этом численность пенсионеров выросла на полторы. Соответственно, нагрузка на работающее население, из-за числений которого выплачиваются пенсии, за последние пять лет увеличилась очень значительно. Количество работающих граждан в целом по Китовскому району, которое приходится на количество пенсионеров, имеет тенденцию тоже к уменьшению. То есть, если в 2013 году примерно 1,4 работающих граждан приходилось на одного пенсионера, то в этом году уже 1,3. Несмотря на это, государству удавалось повышать пенсии быстрее, чем росла инфляция. Если за пять лет цены подскочили на 15%, то пенсии в Китовском районе выросли на 34%. Средний размер пенсии тоже растет, увеличивается за счет индексации других показателей. То есть, если на 1 января 2014 года, например, он составлял 8 800, то уже на сентябрь 2018 года средний размер пенсии по Китовскому району 11 700 составляет. Из-за демографического провала 90-х годов нагрузка на работающее население сейчас резко возрастает. Размер страховых взносов в пенсионный фонд остается без изменений, поэтому наполняемость самого фонда снижается. Государство вынуждено каждый год все больше и больше субсидировать фонд, чтобы помогать ему индексировать пенсии. Как сказал в своем телеобращении к россиянам президент, еще 3-4 года бюджет сможет с этим справляться, но потом однозначно возникнут сложности. Поэтому пенсионная реформа неизбежна. Ее оптимальный, наименее болезненный вариант – это постепенное повышение пенсионного возраста. Если этого не сделать сейчас, придется делать потом, но уже гораздо более жесткими методами. Будущее поколение нам этого не простят. Мы должны пойти на этот непопулярный шаг для их и нашего блага. Другим темам. В лютой холода температура в детском садике едва достигала плюс 15. Хотя должна быть минимум 20. Дети болели, сад приходилось временно закрывать. Теперь и такого не будет. В селе Старый просвет Китовского района запускают газовую котельную. Село Старый просвет расположено в 30 километрах от Кургана. Здесь постоянно проживают около 1200 человек. Есть детский сад, школа, больница, почта, отделение банка и администрация сельсовета. Некоторые социальные объекты отапливались в угольной котельной. Температура в холодное время года при понижении температуры угольная котельная не совсем справлялась. А температура бывала, что не поднималась до 15-16 градусов. По нормативам, допустимой температурой в детских садах является минимум 20 градусов тепла. Дети начинали болеть, группы приходилось временно закрывать. Теперь это проблема в прошлом. В селе запускают новую газовую котельную. Инвестором выступил частник. Было принято решение инвестировать в строительство газовой котельной, куда ушло чуть более 3 миллионов рублей. Планируем запустить, вот сегодня заключили договор с регионгазом на поставку газа. В ближайшие дни планируем сделать врезку и запустить уже на газу. Котельная будет обеспечивать теплом два здания – детсада и сельсовета, в котором также находятся дом культуры и библиотека. Производственных мощностей хватит с запасом. Оборудование здесь новое, импортное, газовое оборудование, газовые котлы, газовые горелки, насосное оборудование, водоподготовка, электроснабжение котельной. Я думаю, что проблем у нас в этом году с данным поселком не будет по обеспечению теплом. В целом Китовский район встречает холода без опасений. Администрация района совместно с предприятиями ЖКХ провела колоссальную подготовительную работу. Результаты, которые в полной мере сельчане ощутят зимой. На сегодняшний день 66 котельных из 68 у нас подготовлено на двух. Завершается пусконаладочная работа – это село Иковка и Белый Яр. Предприятиями ЖКХ вложены в объекты ЖКХ более 21 миллиона рублей. На данный момент, как и требует норматив, сделан 45-дневный запас угля. Заканчиваются работы по опрессовке и промывке систем отопления как многоквартирных домов, так и объектов бюджетной сферы. Водопроводные и канализационные сети тоже подготовлены. Канализационные сети, водосети, теплосети у нас подготовлены. В целом готовность района более 95%. Алексей Старцев, Николай Волков, Александр Киселев, Александр Карпов. Информационное агентство Курган.ру. Тем временем руководитель администрации города Кургана Андрей Потапов проинспектировал ход строительства автодороги по улице Бурово-Петрово, а также посетил ряд учреждений социальной сферы. О том, как прошло выездное совещание, расскажем далее. В Кургане продолжается строительство дороги по улице Бурово-Петрово. В рамках очередного выездного совещания ход работ проконтролировал руководитель администрации города Андрей Потапов. Это очень важный участок для данной территории. Во-первых, потому что он разгрузит у нас улицу Гоголя. То есть можно будет и на улицу Карла Маркса. В дальнейшем, так скажем, мы планируем и продолжить улицу Бурово-Петрово. В настоящее время строителями выполняются работы по устройству песчаного и щебеночного основания дорожного полотна, а также устанавливаются тротуары для будущей дороги. Из основных работ, которые еще предстоит выполнить, это переложить нитку водопровода вдоль улицы Гоголя и самое главное, переложить коллектор по улице Карла Маркса протяженностью 110 метров. Подготовитель работы завершены. Директор ООО «Вестстрой» Алексей Шерстобитов заверил, что несмотря на некоторые задержки строительных работ, все будет готово в срок. На сегодняшний день мы предпринимаем все силы, прикладываем усилия, чтобы это наверстать и планируем все-таки закончить все работы по укладке асфальтобетонных смесей в срок. Контракт предусмотрен до 30 сентября. Пока к этому все складывается положительно. Всего стоимость сметных работ на строительство первого этапа автодороги по улице Бурово-Петрово составила более 57 миллионов рублей. На этом выездное завещание руководителя города не закончилось. Андреем Потаповым были проинспектированы детско-юношеские спортивные школы города номер 3 и 4, а также школа номер 45, которая в этом году благоустраивается в рамках муниципальной программы по формированию комфортной городской среды. В рамках объезда первым объектом посещения стала детско-юношеская спортивная школа номер 4. В этом году здесь был произведен ремонт помещений. В четвертой спортивной школе благодаря администрации города Куругана и партнеров нашей школы появился данный спортивный объект. Позволяет вместить более 120 детей. Сейчас, как вы уже видели, тренировка по боксу проходит в полном режиме. В первую очередь Андрей Юрьевич отметил, что в этой продуктивной работе большая заслуга молодого директора, который работает в спортивной школе с прошлого года. Именно по его инициативе здесь из ненадлежащего подвала и появился зал для занятий самбо и боксом. Это пример того руководителя, который должен быть на месте, то есть который работает, который старается и которому приятно помогать и оказывать какую-то помощь. А при посещении детско-юношеской школы номер 3 был проинспектирован ход работ по подготовке к проведению реконструкции стадиона. Так, здесь осенью прошлого года была произведена замена искусственного покрытия футбольного поля. Как отметил директор школы Иван Слывко, в перспективе на территории стадиона запланированы спортивные и иные объекты. В их числе поле для мини-футбола, площадки для физподготовки на открытом воздухе, детская и игровая площадка, а также 8 легкоатлетических дорожек. По словам Ивана Сергеевича, ожидается и капитальный ремонт спортивного комплекса. Все необходимые ремонтные работы запланированы на 2019 год. На данный момент на территории детско-юношеской спортивной школы номер 3 проводятся тренировки по футболу, настольному теннису, боксу и легкой атлетике. Всего школы посещают более 870 воспитанников. В завершении выездного совещания руководитель городской администрации посетил школу номер 45. Здесь в рамках программы формирования комфортной городской среды была проведена замена асфальтобетонного покрытия. А уже в ближайшее время появятся баскетбольная и волейбольная площадки, а также 7 новых уличных тренажеров. По словам директора школы номер 45 Юлии Баиновой, все площадки будут доступны не только учащимся школы, но и всем жителям микрорайона. Стоит отметить, что помимо благоустройства школьной территории, в прошлом году здесь были отремонтированы спортивный зал, столовые, санузлы, а также проведена замена оконных блоков. Объекты социальной инфраструктуры по-прежнему остаются местами самыми востребованными среди населения. И в этом году объектам социальной инфраструктуры уделяется особое внимание. Вот непосредственно в данной школе мы видим, как удалось совместить внешнее благоустройство территории, а также решения по внутренним работам. Говоря об итогах выездного совещания, руководитель администрации города Андрей Потапов отметил, что на всех объектах социальной сферы работы выполнены качественно и на высоком уровне. Алексей Старцев, Тимур Нуцулханов, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. Картофель, лук, морковь, капуста, только свежие фрукты и овощи – все от местных производителей. Главное – сельскохозяйственная ярмарка года, дары осени, на днях откроется и в Заозерном, а именно 21 сентября. Теперь жителям микрорайона не нужно будет вести цены покупки в овощках через весь город. Все рядом у культурного центра «Современник». А вот сегодня одноименная ярмарка открылась и у торгового центра «Воробьевы горы», при этом продолжает работать и на площадке у «Детского мира». В следующем сюжете кратко расскажем о предстоящей культурной жизни за Уралия. С 24 сентября по 1 октября в областной филармонии пройдет Всероссийский музыкальный фестиваль имени Шостаковича. Менее двух недель остается до начала 7-го Всероссийского фестиваля имени Шостаковича. С большим трепетом и волнением его ждут все ценители классической музыки. Каждый раз артисты и музыканты удивляют курганскую публику чем-нибудь уникальным. В этом году впервые в программе состоится «Вечер современной хореографии». 24 сентября фестиваль откроется галоконцертом артистов балета, главная звезда которого ведущий солист Большого театра Андрей Меркурьев. Фестиваль, как всякая живая культура, он растет, развивается, меняется его жанровая палитра. Ну, все вы знаете, наверное, что Шостакович писал и балетную музыку. Это балеты «Золотой век», «Светлый ручей», «Болт». Мало бы об этом не знают, но балеты идут в Большом театре, за рубежом, это замечательная музыка. На сцене областной филармонии выступит и государственная академическая хоровая капелла имени Юрлова. Ее артисты исполнят гениальное сочинение Дмитрия Шостаковича «Казнь Степана Разина». Порадует курганцев своими выступлениями легендарный Тюменский филармонический оркестр. А завершится праздник авторским вечером заслуженного деятеля искусств, композитора Сергея Баневича. По словам организаторов, в этом году фестиваль обещает стать главным музыкальным событием в регионе. Алла Маковеева, Тимур Ансулханов, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство Курганру. Предмет гордости. Детская музыкальная школа номер 3 стала ауриатом ежегодного общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». Конкурс «50 лучших детских школ искусств», куда попала детская музыкальная школа номер 3, направлен на сохранение и развитие системы художественного образования в стране. Проводится он среди школ, которые достигли высоких результатов в обучении детей. ДШМ номер 3 может похвастаться выдающимися ребятами, лауреатами и дипломантами всероссийских международных конкурсов. Да, вообще для нас это большая честь и радость, что наша школа стала победителем, лауреатом очень престижного конкурса, конкурса, который проводит Министерство культуры Российской Федерации. Конкурс проводится в два этапа. Сначала отбираются две лучшие школы от каждого региона, они посылаются на второй тур в Москву, на суд высокого жюри. А уже там, в Москве, пришли к выводу, что третья из города Кургана достойна попасть в топ-50 лучших. Она славится своими учениками. Так, благодаря им в число побед учреждения вошли областной конкурс профессионального мастерства «Школа года» в номинации «Лучшая школа 2012 года». Школа стала победителем номинации «Лучшее отделение ДШМ» и «Бренд года». А хоры, акварель, искра и ансамбль скрипачей «Кантиленом» удостоены звания «Образцовый самодеятельный коллектив». Всего в стране насчитывается более 5000 музыкальных образовательных учреждений и школ искусств. Благодаря нашей школе мы удостоились такой чести побывать в Государственном Кремлевском дворце. Мы ездили туда трижды и выступали при президенте. Я думаю, что благодаря нашим успехам, потому что мы очень бережем, очень любим песню, каждый наш ребенок действительно бегает в хор, не просто потому, что это учебный предмет. Они действительно любят, любят петь, любят своих руководителей. В конце осени директор школы отправился на торжественную церемонию вручения наград в Москву. Отметим, что в прошлом году в престижный топ вошла детская музыкальная школа номер 4. Анна Карпушина, Павел Баев, Владислав Базалев, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курганру». Среди зауральских школьников таланты есть не только в искусственном и спорте. Сейчас некоторые из них защищают честь области на президентских спортивных играх. Проводятся во Всероссийском центре «Орленок» с 7 по 28 сентября. За звание сильнейшего здесь борются ребята 12-13 лет, победившие в региональных этапах. Всего 84 команды со всей страны. Как сообщает молодежный портал «Проспект 45», наш регион представляет ученики Каргопольской школы имени Махова. Ребята уже завершили состязание по легкой атлетике, впереди баскетбол, насульный теннис и плавание. Быстрее, выше, сильнее. В Кургане прошел масштабный спортивный праздник. Подробности далее. В минувшие выходные в Центральном парке культуры отдыха прошел ежегодный Всероссийский день бега «Кросснаций». К его проведению присоединились не только города Кургана и Шадринск, но и многие районы области. Всего около полутора тысяч человек вышли на старт в прекрасный солнечный день. Хорошая погода, поэтому достаточно много сегодня ожидаем участников. В рамках областной акции проходит зарядка. Мы видим, что огромное количество людей сегодня здесь пересценой занимается. Наверное, это уже не зря то, что мы делаем. Но я думаю, что каждый сможет выбрать свою дистанцию, на которую он сегодня стартанет, пройдет и получит удовлетворение от этого. Ну и, наверное, это не совсем, скажем, такое сугубо чисто специализированное спортивное мероприятие. Это делается для того, чтобы каждый желающий, для кого физкультура и спорт – это норма жизни, сегодня пришел и принял здесь участие на этих соревнованиях. Для всех участников «Кросснаций» перед стартом была проведена ежегодная областная социально значимая акция «На зарядку становись» в рамках всероссийской акции «Зарядка с чемпионом». На зарядку вышли порядка 500 человек. Участие в ней также приняли представители сборных команд России. Сразу после церемонии открытия «Кросснаций», в которой приняли участие первый заместитель губернатора Курганской области, директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин и начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области Александр Васильев первыми на один километр стартовали самые юные участники Дня бега – девочки и мальчики до 9 лет. Прекрасное настроение. А гуляем здесь все время в парке. И поэтому сегодня такой праздник пришли, поучаствовать тоже за одним. Для здоровья, для настроения, для того, чтобы ребенка приучать к физкультуре. Самым большим по традиции стал массовый забег. Все любители бега от мала до велика преодолели дистанцию в один километр во втором забеге. Среди любителей и победителями стали Алексей Нам и Сара Шекулова. Всего в спортивных мероприятиях приняли участие порядка двух тысяч человек. И Кросснаций, и областная социально значимая акция «На зарядку становись» проводятся в целях пропаганды здравообраза жизни и привлечения к занятиям физической культурой россиян. В этих мероприятиях активно участвуют практически все регионы России, а число участников с каждым годом увеличивается. Михаил Котельников, Лидия Кайгротцева, информационное агентство «Курган.ру». Стоматолог как экстрасенс, что способен рассказать профессионал о вашем здоровье, лишь откройте при нем рот. Покупать или нет, правда, что пробиотики незаменимы для нашего организма. Все об этом в здоровом интересе во вторник, сразу после выпуска новостей. Не пропустите, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Внимание, внимание! Конкурс «Киномания». Каждую среду ищите в журнале «Теле-7». Отвечайте на простые вопросы. Выигрывайте билеты в кино от кинотеатра «Россия». По многочисленным просьбам 24 октября. Филармония. 14.00 Щелкунчик. 18.00 Лебединое озеро. Администрация города. Мисс Курган.ру. Курган и курганцы представляют 5-й городской конкурс красоты. Анна Васильева. Париж. Кристина Пестерева. Прага. Екатерина Старикова. Вторая юная краса России. Татьяна Боитова. Краса России. Регистрируйся на сайте Курган.ру. Присылай фото и побеждай. 3 ноября. Филармония. Жака. Большой праздничный концерт «Тысяча дорог». Официальный техосмотр. Ваше спокойствие на дороге. Вселенная возможностей для вашей информации. Интернет-магазин «Столплит» представляет. Мебель по традиционно низким ценам. Компьютерный стол по цене 4700 рублей. «Столплит». Доступная мебель. Первая киберарена Кургана. Открывает для вас свои двери. 10 мощнейших игровых станций. Крутая клубная атмосфера. Регулярные турниры и ивенты. Е-клаб. Твой прямой рейс в киберспорт. Приходи. Мы ждем именно тебя. Надоел постоянный беспорядок в шкафу? Устали от мятой одежды в гардеробе? Чудо-вешалка Вандерхенгер решит эти проблемы. Сделайте свой шкаф удобным и практичным благодаря функциональности нашей вешалки. Устаревшие неудобные плечики теперь навсегда остались в прошлом. Одна чудо-вешалка Вандерхенгер выдерживает вес до 10 килограммов. Звоните и заказывайте прямо сейчас комплект из восьми чудо-вешалок Вандерхенгер всего за 499 рублей. Успейте сегодня. Дом с минимальной стоимостью квадратного метра. Дом, который возводится легко и быстро. Дом, где детей не ставят в угол. Добросфера. Добрые дома. Вы можете сделать так. Или даже так. Но мы хотим, чтобы вы читали «Зауральский курьер». Новая рубрика «Книга жалоб и предложений». Нам важно, что вы думаете. Все подробности читайте в номере еженедельника. Поздравляем сайт Курган.ру с рекордными показателями. 44 919 уникальных посетителей. 56 965 посещений за сутки. Достоверно, мобильно, ярко. Присоединяйтесь. Кто на ярмарке «Ермак» одевается, тот выгодно тратит деньги. Потому что у нас оптовые цены от производителей. Новая осенняя коллекция курток до 72-го размера. Улица Коли-Миготина, 87. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Сюзанна Искаян. Кто на ярмарке «Ермак» одевается, тот выгодно тратит деньги. Потому что у нас оптовые цены от производителя. Новая осенняя коллекция курток до 72-го размера. «Ермак», улица Коли-Миготина, 87. А теперь о прогнозе синоптиков. Во вторник синоптическая ситуация на большей части за Уралья обусловится теплым сектором далекого североатлантического циклона. Из-за чего не обо времени от времени будет хмуриться, кое-где брызнут небольшие дожди, но температурный фон окажется на 2-4 градуса выше климатической нормы. И только в самых южных районах, благодаря влиянию азиатского антициклона, осадки маловероятны и вполне комфортны. В Екатеринбурге плюс 15, плюс 17, в Тюмени плюс 14, 16, в Челябинске плюс 17, плюс 19, без существенных осадков. В Кургане переменная облачность, без осадков. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха плюс 8, плюс 10. Днем в Кургане облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. 18 сентября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка. И яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку. Машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали спасибо. Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова